Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, друзья мои! С вами Дивер, и этот ролик я хотел бы посвятить квокам. Да, именно квокам, но не о том, как ловить на них, не как правильно ловить, не где ловить, не на что ловить. А это немножко рекламный ролик, и сейчас попытаюсь объяснить почему. На сегодняшний момент квоки продаются практически везде. Продают их многие, делают их многие, но не все они, к сожалению, рабочие. Какие-то рабочие, какие-то нет. Сам я в поисках квоков был на протяжении 10 лет. И вот последние, грубо скажем, 3 года я нашел человека, с которым познакомился, зовут его Михаил. И он производит квоки Квокшоп. Многим они уже известны, они очень качественно сделаны, приятные, дизайн хороший, и в то же время они ловят. Значит, ручка у этих квоков сделана или не опреновая, как в этом случае, но она покрыта пробкой. Или, как в этом случае, сделана полностью из пробки. Квоки все плавающие. То есть, утонуть этот квок не может. Есть всякие дизайнерские штучки такие. Это вот самый простой, просто, значит, так прожжен. Здесь есть вот такие красивые ножи. Сам нож, так называемый, вот это вот, сделано из титана. Питак также сделан из титана. Приварено это все дело аргоном. Есть абсолютно разные, всякие интересные, такие дарственные, скажем, памятные надписи. Можно заказать у Михаила, я думаю, какую-то именно памятную надпись конкретно для человека. Я думаю, он это может сделать. Хотя мы это с ним не обсуждали. Очень интересный дизайн квоков. Квокшоп, повторюсь. Это реально рекламный ролик. Рекламный ролик этих квоков. Но я сам на них ловлю. Я буду их попытаться Михаила тоже помогать продавать. Потому что вещь качественная и достойная. Вот такие всякие интересные надписи. Вот такие даже есть резные. Как-то так, друзья мои. А здесь уже решайте вы сами. Какие квоки вам покупать, у кого покупать, я не заставляю. Под видео будет ссылка на мой магазин, будет ссылка на 41-м километре на магазин, будет ссылка конкретно к Михаилу. Выбирайте сами, у кого покупать, абсолютно без разницы. Можете купить у посторонних людей, если вы видели квокшоп написано. Но это я рекомендую. Можете купить другой какой-то квок, который там продается на птичке у любого там дяди. Есть люди делают из яблони квоки, или там из какой-то, из вишни. Есть делают из каких-то других-то деревьев там. Бога ради. Я пришел к выводу, что в принципе металлический квок, он не хуже. Если кто-то меня переубедит и покажет мне квок деревянный, который ловит намного лучше, чем металлический, возможно, я свое мнение поменяю, не в обиду Михаила. Но на эти квоки, на самом деле, я квочу уже давно. Квочу я уже, наверное, лет 8. Видео я начал снимать, как вы знаете, не так давно. Это вот в принципе 2016-2015 год. До этого много было поймано трофеев, к сожалению, без видео. Есть куча фотографий у меня в группе ВКонтакте. Там можно посмотреть. Все, друзья мои, что хотел, я сказал. Делайте выбор вы сами. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Диана Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 казус какой-то там не зацепила за что-то рыбы то очень большой подсак руки вытаскиваю из-под лодки держи наготове как появится поводок увидишь его будет наготове подлиннее возьми его вот тогда тимофей очень хорошо постарайся очень крупный очень крупный а это коряга да там рыба и коряга все вместе пока еще ничего не поцак положить у нас еще сейчас делать у меня вот здесь где-то ножик в белом чехле белом у нас то есть мы в 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 Продолжение следует...